В начале выпуска топовая тема последних суток. Подробности убийства. Стало известно, кто напал на инкассаторскую машину в четверг вечером. На месте происшествия была наша съемочная группа. Все подробности у Ольги Китик. Покиньте, пожалуйста, местное происшествие. Я не препятствую. Покиньте, пожалуйста, местное происшествие. Убийство в центре города. На машину инкассаторов напали вооруженные люди. Полиция оцепила квартал. Прямо посреди улицы лежит два трупа. Около половины седьмого вечера на улице Преображенской, угол Пантелеймоновской, прохожие услышали выстрел. Наша съемочная группа была одной из первых приехавших на место преступления. Полицейские никаких комментариев не давали. Девушка, ведутся следственные оперативные действия. Пожалуйста, отойдите. На месте собрались прохожие. У каждого из них своя версия происшествия. Вот одна из наиболее правдивых. Нападающие заранее ожидали эту инкассаторскую машину. Пока два инкассатора пошли в магазин, они воспользовались, нейтрализовали водителя. По информации полицейских, торговый центр на Преображенской был последней точкой перед заездом в банк. Как и рассказал очевидец, сотрудник инкассаторской службы вышел из машины за деньгами. В автомобиле остались водитель и охранник. В этот момент к автомобилю подошел неизвестный мужчина, который через боковую раздвижную дверь проник внутрь транспортного средства. И в тот момент, когда он находился в автомобиле, он совершил выстрел в затылок 47-летнего водителя. Водителя убили из охотничьего ружья. Позже его тело спасатели вытащили из машины. Так труп и оказался на дороге. Убийцей стал другой водитель инкассаторского автомобиля. 41-летний преступник когда-то работал в том же банке. В этот момент преступник, увидев, что к автомобилю приближаются патрули полиции, он закрылся в автомобиле и совершил самоубийство путем выстрела в область головы из обреза. Кроме обреза у преступника был с собой травматический пистолет. Из него он выстрелил в охранника, когда потасовка была в самом разгаре. Но последнему удалось выбраться из инкассаторской машины. Сейчас охранник в больнице и его жизни ничего не угрожает. На момент поступления сквозная огнестрельная рана верхней губы, рана альвеолярного троска верхней челюсти во фронтальном отделе. Самое сложное было, что в ране большое количество мелких металлических осколков, то есть не пулевое ранение, а патрон был чем-то набит какой-то дробленным железом. Полиция открыла четыре уголовных дела. Однако, по словам правоохранителей, задерживать некого, так как сам преступник застрелился, а сообщников у него не было. Что касается денег, все они остались в инкассаторской машине. Ольга Китик, Виталий Прус, Александр Бонде, Думская ТВ.